В соборе Рождества Пресвятой Богородицы города Инза самое популярное выражение в этот день «Прости меня ради Бога». Эти слова в церкви обретают особый смысл. Вот и приехавший на богослужение владыка Филарет практически сразу же попросил прощения у всех собравшихся. Простить значит понять. Простить ради Бога значит полюбить ближнего своего всем сердцем. Как говорит Священное Писание, Адам и Ева, день изгнаний которых из рая сегодня вспоминается, только под конец жизни поняли, за что же Господь с ними так поступил. А дело все в жертвенности, в жертве самого себя ради Господа. Именно поэтому и нужен нам пост. Воздержание от страстей, очищение тела и преображение души. А главное покаяние. Покаяться и впустить Господа в сердце свое. И приступися, Боже, и видишь, и посети виноград сели, и утверди. За божественной литургией епископ Филарет рукоположил диакона Ярослава Арзамасова в Санкт-Пресвитера. Он стал 47-м священником Барышской епархии. Отец Ярослав в этом году заканчивает Санкт-Петербургскую духовную академию. Уроженцу Николаевского района Ульяновской области 24 года. И ставленническую священническую практику он будет проходить под чутким руководством владыки Филарета в Свято-Троицком кафедральном соборе Барыша. В конце литургии, которая в этом году стала вдвойне праздничной, а для отца Ярослава Арзамасова еще и исторической, владыка Филарет обратился к собравшимся с архипастерским словом. Он поздравил всех с началом Великого Поста и отметил, насколько важно для нас прощать друг друга. Посвящая себя добродетельному делу Поста, в первую очередь будем прощать друг друга. Потому что если мы не прощаем друг друга, то мы не будем прощать Бога. В конце своей праздничной проповеди владыка по традиции попросил у всех прощения, встав на колени. От всего сердца, братья, все страшные, совершенствующие, кого-то обидят. Словом, делом, может быть, не заедем. Простите, послухи будут, но простите меня от всего сердца. Бог запрестит все превосходящие, вот и Бог, спи нас вверх, и все рекомендует. Бог, благодаря человеку, простит вам всякое совершение. Бог, спасибо большое вам и примите от меня... Впереди у православных семь недель не только воздержания в пище, телесных и духовных страстях, но и в первую очередь семь недель сугубых молитв. Спасибо. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышевской епархии специально для Улправда ТВ.